МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои друзья! С праздниками вас, ребята! Очень приятно встречаться с вами в эти дни. Как видите, моя лаборатория сегодня тоже украшена по-новогоднему. Сегодня мы, как всегда, узнаем некоторые секреты, которые таит в себе наука химия. И узнаем, что даже в новогодние праздники мы не можем обойтись без ее изобретений. Да, широко простирает химия руки свои в дела человеческие, говорил мой великий тезка Дмитрий Иванович Менделеев. И он даже не представлял, насколько он был прав. Ведь в его время елочку украшали пряниками, конфетами, бумажными гирляндами и очень дорогими, а главное, чрезвычайно хрупкими стеклянными игрушками. Елочные игрушки мы хранили в большой коробке, заполненной ватой. Я хорошо помню, с какой осторожностью, бережностью мы доставали с мамой эти игрушки из коробки и наряжали нашу елку игрушками, сделанными из тончайшего зеркального стекла. Что, Гошенька? Да-да, ты давно мне протягиваешь это письмо. Вот это, да? Пишет нам Алексей Кувакин из Москвы. Интересно, что же он нам пишет. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. С праздниками вас. А мы тут с ребятами поспорили, как правильно говорить пластмасса, пластик или полимер. Спасибо, Алёша, за твой вопрос. Что ж, давайте разберёмся. Пластиками или пластмассами, это, кстати говоря, одно и то же, называют искусственные материалы, сделанные на основе полимеров. Что же такое полимер? Полимер – это большая молекула, часто содержащая многие тысячи маленьких молекул мономера, соединённых между собой химической связью в одну гигантскую макромолекулу. Благодаря успехам учёных-химиков, человек научился создавать сотни различных полимеров и находить им самое разнообразное применение. Это упаковка, детские игрушки, корпуса бытовых приборов от выключателя до мобильного телефона. Пластики применяют везде – в строительстве, автомобилестроении, медицине. Ребята, вам, наверное, уже не терпится узнать, как же устроены молекулы этих чудесных полимеров, из каких они состоят атомы. Прежде всего, полимеры обязательно содержат атомы углерода. Именно они способны соединяться с самим собой и образовывать длинные цепочки. Ну, давайте с вами разберём, как устроен, ну, скажем, полиэтилен. Да? Ну, вот, чтобы было нагляднее, возьму в руки полиэтиленовый пакет. Этот полимер вам хорошо знаком. Мономер полиэтилена называется этилен. Вот так выглядит его формула. Она довольно проста. Вот так примерно выглядит молекула этилена. При определённых условиях, высокой температуре, давлении, катализаторах, ну, эти условия создают на специальных химических производствах, вот эти вот двойные связи, углерод-углерод, способны раскрываться. И тогда этилен соединяется в длинную цепочку. И этих звеньев, может быть, от 10 до 40 тысяч. Вот так выглядит молекула, часть молекулы полиэтилена. Полиэтилен чрезвычайно устойчив. Он не растворяется ни в воде, ни в ацетоне, ни в бензине, ни в уайт-спирите, ни в керосине, ни в спирте, и вообще ни в одном органическом растворителе. Кроме того, он устойчив к действию кислот и щелочей. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но если вы бросили на землю огрызок яблока или банановую кожуру, это, конечно, очень некрасиво, но на ваш огрызок сразу же набросятся различные бактерии, он начнет гнить и через какое-то время превратится в перегной и, в конце концов, удобрит почву. А вот брошенный в лесу пакет из полиэтилена будет лежать там сотни лет. Никаким бактериям он не по зубам. Берегите красоту нашей природы. Вот Гоша побежал собирать брошенные пакеты. Молодец. Если вы думаете, что полимеры – это изобретение человека, вы очень глубоко заблуждаетесь. Много лет тому назад, задолго до того, как появились пластмассы, синтетические полимеры, почти столь же давно, сколько существует наша планета Земля, природа использовала полимеры для того, чтобы стала возможной жизнь. Самое распространенное органическое вещество на Земле – это, друзья мои, целлюлоза, или по-русски клетчатка. Это растительный полисахарид. Этот биополимер обладает большой механической прочностью и выполняет роль опорного материала растения, образуя стенку растительных клеток. В большом количестве целлюлоза содержится в тканях древесины. Также в волокнах льна, ну и, конечно, хлопка. Хлопок, он на 98% состоит из чистой целлюлозы. Ну, где используется целлюлоза? Ну, прежде всего, она используется в производстве бумаги, вы с вами знаете. Различных волокон, лаков, плёнок, полимеров. В своё время был очень популярный полимер под названием целлулоид. Его получали сплавлением нитроцеллюлозы с камфорой. Кстати говоря, этот полимер, он слегка пахнет камфорой. Очень хороший, яркий. Из него делали воротнички, расчёски, украшали музыкальные инструменты. Зелали шарики для пинг-понга. Но у него есть один очень большой недостаток. Сейчас я вам его продемонстрирую. Дело в том, что этот полимер очень, очень, чрезвычайно огнеопасен. Сейчас мы с вами это увидим. Я беру маленький-маленький кусочек, потому что... Смотрите. Сгорает почти мгновенно. Поэтому сейчас целлулоид употребляет всё реже и реже и правильно. Внимание. Говоря о целлюлозе, нельзя не упомянуть о крахмале. Вы скажете, что общего у крахмала и целлюлозы? Не торопитесь, друзья мои. Сейчас вы всё узнаете. Пищевые продукты, такие как хлеб, картошка, кукуруза, полны крахмала. Крахмал и целлюлоза – два очень похожих полимера. На самом деле они сделаны из одного и того же мономера, вам знакомой, глюкозы. И содержат одни и те же повторяющиеся звенья. Вот так выглядит фрагмент молекулы целлюлозы. А вот это – глюкоза. Так в чём же их различие? Смотрите. Вот они, фрагменты глюкозы. Вот они. Вот. Вот так они повторяются. Обратите внимание, что вот эта вот группа, CH2OH, в целлюлозе расположена с этой стороны, в следующем звене с этой стороны, опять с этой стороны, опять с другой стороны. А вот в крахмале они все повёрнуты в одну сторону. Вот такое, казалось бы, незначительное отличие. А как оно влияет на свойства? Давайте посмотрим. Вот целлюлоза. Волокнистая структура. А вот крахмал. Порошок. Чем они отличаются? Ну, прежде всего, мы с вами можем питаться крахмалом, но не можем питаться целлюлозой. Человеческий организм содержит энзимы, разлагающие крахмал, но энзимов, разлагающих целлюлозу, в нём нет. Такие энзимы есть у некоторых животных. Например, у термитов, которые питаются древесиной, или у жвачных животных, которые питаются травой и разлагают целлюлозу в своих желудках. Если вы не термит и не корова, то вам лучше не пытаться прокормиться опилками. Итак, целлюлоза не растворяется в воде. Ну, давайте проверим, хотя я думаю, что для всех нас это очевидно. Вата намокает, но ничуть не растворяется. А что будет, если добавить воды в крахмал? Посмотрим. Так. Ну, в холодной воде крахмал, конечно же, растворяется неохотно. А в горячей... Так. В горячей воде, друзья мои, крахмал растворяется и образует так называемый коллоидный раствор. Коллоид, значит, подобный клею. Иначе говоря, у нас с вами получился крахмальный клейстер. Ну, или кисель. Если с сахаром и с ягодами, то это кисель. А если просто так, крахмальный клейстер. Так-так, пишет Даша Алешина. Мы недавно поставили дома и нарядили елочку. И вот она уже начала осыпаться. Дорогой Дмитрий Иванович, подскажите, что нужно добавить в воду, чтобы елка дольше простояла? Дашенька, елочка, как и любой живой организм, любит чистую воду. Поэтому вода должна быть фильтрованная или хотя бы отстойная. Дольше всего еловые ветки стоят в дождевой или талой воде. Воду нужно менять через день обязательно. На дно можно положить кусочек серебра, монету. Хорошо добавить в ведро таблеточку аспирина от стилсалициловой кислоты, щепотку поваренной соли и столовую ложку сахара. Аспирин играет роль антисептика, не дающего развиваться гнилостным бактериям. Ну а соль и сахар – это питание для нашей елочки. И вот если следить, чтобы ведро всегда было наполнено водой, ваша елочка простоит свежей почти месяц. Честно говоря, мне нравится, когда живые елочки растут в лесу. Посмотрите вот на эту веточку. Думаете, это настоящая елка? Я когда первый раз увидел, я тоже так подумал. Ничего подобного. Это пластик. Современные искусственные елки благодаря последним достижениям химической науки практически невозможно отличить от настоящих. И как же это здорово, что можно не рубить лес только для того, чтобы полюбоваться на елочку всего-то несколько дней в году. На этом я прощаюсь с вами. Присылайте свои вопросы по адресу город Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставляйте свои вопросы на сайте телеканала «Радость моя». До новых встреч! Всегда ваш Дмитрий Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова